Сколько существует подмножеств, множества от 1 до n, обладающих следующим свойством? Если вы сдвигаете его вправо на единицу, то в объединении с собой оно покроет все множество. То есть рассматриваем все подмножества первых натуральных чисел такие, что для любого натурального числа или k принадлежит, или k-1 принадлежит. Требуется узнать, сколько таких множеств. Прошу? Чего таких множеств – это число Фибоначчи? Ну, у числа Фибоначчи есть номер. Ну, давайте посмотрим. Для n равного единице какой будет ответ? Один. Один. Для n равного двойке какой ответ? Два. Два. Замечательно. Значит, число Фибоначчьи сколько номера. Напомню, первое и второе числа Фибоначчи – это единица. Тогда n плюс 1. Фи n плюс первое, да. Итак, пиши ответ двойке. Фи n плюс первое. Так, это сильно правильный. Докажем, что ответ – это фи n плюс первое. Но придут цели. Если n равно 1, то ответ 1, а это и есть как раз и второе. Если n равно 2, то в множестве из двух элементов мы берем либо целиком его, если n равно 1, либо оба, либо только число 1. Два варианта. А это как раз и есть фи третья. Отлично. А теперь давайте посмотрим переход. Вот пусть у нас есть числа от 1 до n и еще число n плюс 1. Есть такие варианты. Число n плюс 1 может принадлежать нашему рассматриваемому множеству. Ну, в таком случае, фактически, задача стоит о первых n числах. А мы уже знаем ответ. Столько вариантов. Фи n плюс первое. Так? Так. Отлично. Второй случай. Когда n плюс 1, наоборот, не принадлежит. Но в таком случае обязательно n должно принадлежать. Потому что иначе при сдвинении на единицу n плюс 1 не покрышь. И значит, на самом деле, нас интересует множество чисел от 1 до 1 до 1 единицы. Потому что n принадлежит. Значит, сдвигом на единицу, соответственно, n плюс 1 покрывается. И нужно еще взять, решить задачу про n минус 1, сколько же там будет. А мы знаем, сколько там вариантов. Их фи n. Для n минус 1 чисел фи n. А сумма этих чисел, это как раз и есть фи n плюс второе. То есть по индукции все просто средное очевидно.